Народ отступает от Господа, не внимает словам пророков, которым Господь, через которых Господь говорит. И вот из его сердца, из его души вырываются такие слова. 64 глава книги пророка Исаии. «О, если бы ты, расторг небеса, и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипящего воду, кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал странные дела, страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. «О, сойди, Господь, сойди сегодня на это место, дабы расплавились не только горы, но расплавились и наши сердца, чтобы действительно мы еще более прославили и убедились в том, что воистину ты есть Бог живой. О, если бы ты, Господь, сошел на это место, действительно, призовем имя того, кто сегодня плавит всякие преграды, разрушает всякое неустройство, но созидает доброе в церкви своей». Аминь. Дорогой Господь, мы прославляем имя Твое Святое Великое в этот утрешний час, и от чистого сердца благодарим Тебя, мой Бог, за этот новый Тобой дарованный день для нас, для нашей жизни, что мы сегодня, Господь, живыми и здоровыми стоим ныне пред Твоим святым и великим именем. Дорогой наш Отец, Господи, мы пришли и собрались в Доме Твоей Божьем. Мы просим и молим Тебя о благословении Твоем Божьем. И просим Тебя, как когда-то пророк Исаия говорил, «О, если бы Ты сошел на это место, Господь, действительно благодать, Твое Божье благословение, Твоя Божья сила, она бы наполнила наши внутренности, наши сердца». И мы в это верим, и мы просим Тебя, сойди, Господь, сойди на поющих, сойди на молящихся, сойди на проповедующих братьев Слово Твое, сойди на народ Твой Божий, молящийся ныне, сойди, Господь, дабы растаяли сердца наши, дабы, Господь, всякие преграды были, Господь, удалены, мой Бог, а Твое благословение в этом служении, оно возросло, Отец наш Небесный, благословляй, благословляй народ Твой Божий Словом Твоим, Духом Твоим Святым, пением Твоим прекрасным, благословляй, общением нашим с Тобою, друг с другом, дорогой наш Отец, пусть сегодня, Господь, этот посредник, Иисус Христос, Он сегодня, Господь, явит еще свою Божью славу, еще свою Божью милость в народе, в церкви своей, Аллилуйя, Аллилуйя, Роман Экитуран, благословляй, благословляй народ Твой, благословляй наследие Твое, Господь, потому что мы собрались на этом месте во славу имени Твоего Святого и Праведного. Да будет Тебе слава, да будет Тебе хвала за все вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ты милостиво встречал радующего и делающего правду, поминающего Тебя на путях Твоих. Мы еще будем петь этот прекрасный псалом. Иисус, как Ты дорог для меня. Пусть Бог благословит. Иисус, как ты дорог, я прославляю. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, не мечты, мольбе мое. О, Иисус, подними мечты, горе упаду, как Ты дорог, дорог для меня. Иисус, Тебя люблю я прославлять. Иисус, Тебе сначала, без конца. О, Иисус, умер Ты отнял мой грех, как Ты дорог, как Ты дорог для меня. Иисус, Ты обещал прийти сюда. Иисус, мы ждем Тебя, открыть сердца. О, Иисус, услышь Ты наши голоса, как Ты дорог, как Ты дорог для меня. Иисус, как Ты дорог для меня. Иисус, не мечты, мольбе мое. О, Иисус, подними мечты, горе упаду, как Ты дорог, дорог для меня. Иисус, как Ты дорог для меня. Иисус, не мечты, мольбе мое. О, Иисус, подними мечты, и горе упаду, как Ты дорог, дорог для меня. Слава Богу, братья и сестры, давайте, склонившись пред лицем Божьим, прославим и возвеличим нашего Господа Иисуса Христа. Господь благословенный, Ты дорог нам. Ты дорог нам, Господь. Ты хранил нас в руке Своей, Господь. Ты посылал, Господь, благословение и охрану Свою. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, благословенному, великому и святому. Аллилуйя. Милость Твоя обновилась вновь и в это утро, Господь. Ты продолжаешь, Господь, любить и благословлять наследие Своё. Ты, Господь, внимательно смотришь в жизни каждого, чтобы, Господь, каждый из нас мог бы приносить Тебе много плода. Святый благословенный. Аллилуйя. Слава Тебе. За это утро прекрасное благодарим. За это время общения нашего благодарим Тебя. За Дух Святый, который Ты сниз посылаешь и утешаешь нас, мы благодарим Тебя. За обилие всякого благополучия мы благодарим Тебя. за хлеб насущный, за воду чистую, за домы прекрасные. Мы благодарим Тебя за это изобилие, которое Ты посылаешь нам в нашу жизнь. Слава Тебе! Слава Тебе! Хвала Тебе! Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты совершил там, на Голоковском кресте. Боже, Ты возлюбил нас и возлюбил до смерти и смерти крестной. Ты, Господь, смотря в будущее, Боже, приготовил для нас спасение. Слава Тебе! Спасение душам нашим, вечность приготовил. Мы Тебя весьма благодарим в собрании народа Твоего. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Пребудь Духом Святым! Ты пребываешь среди славословий народа Твоего! Слава Тебе! Повей благодатью Своей сегодня! Подойди каждому в отдельности! Проговори, Господь! Даруй откровение! Укрепляй! Утверждай в вере! И посылай исцеление! Восстановление! Благословение с неба! В каждую судьбу сниз пошли! Бог благословенный и праведный! Слава Тебе! Слава Тебе! Господь! Мы преклонили, Господь! Колени пред величием Твоим! И благодарим Тебя, Господь! Всякая колена преклоняется пред Тобою, Господь! Боже! И наши колени, Господь, преклонились пред Тобою! Хвала Тебе! И я знаю, там ангелы в небесах! Господи восхваляют Тебя и непрестанно поют Тебе! А мы, живя на этой земле, Боже, также проклоняемся и прославляем и величаем Твое святое имя! Потому что Ты един, достоин принять славу и честь! Бог наш, Господь Иисус! Аллилуйя! Хвала и слава Тебе, Господь! Ты, Господь, обещал в Своем Слове там, где двое или трое собраны во имя Твое и там Ты посреди! Господи! Мы благодарим Тебя, что Ты с нами! Что Духом Святым утешаешь, Господь! Что говоришь сердцам и посылаешь благословения Свои! Слава Тебе! Благослови, чтобы сердца наши были открыты! Чтобы желание было огромное в душе нашей услышать Твой голос! Принять, Господь, Слово от Тебя! И жить этим Словом! Святый и благословенный! Благословенный Бог! Аллилуйя! Хвала Тебе! И слава Тебе! Благослови, Господь Боже Милосердный! И я прошу Тебя, каждого ныне присутствующего, приготовь наши сердца к слышанию Твоего Слова! Ибо если истина Твоя входит в наш внутрь, в наше сознание! Это истина делает нас свободными от греха! Тогда мы живем, Господь, по воле Твоей! Следуем по следам Твоим! И исполняя Твое Слово! Аллилуйя! Хвала Тебе! Слава Тебе! И благодарность Тебе за все! достоин Ты хвалы! Бог наш Господь! Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое! Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя! И на земле, так и на небе! Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день! И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавок! Ибо Твое есть Царство! И сила! И слава! Во веки! Аминь! Слава Богу, братья и сестры! Пожалуйста, будем занимать свои места! Пусть Бог благословит нас! Я понимаю, что самое основное, что мы имеем в наших служениях, это наша совместная молитва к Богу, это наше совместное пение, восхваляя нашего Господа. И, конечно же, звучит Божье Слово! И, конечно же, эта Божья истина провозглашается в народе Божьем! Пусть Бог благословит нас быть готовыми к слышанию Божьего Слова! Не только мы физически воспринимаем звук, исходящий из уст проповедующего, пусть наше сердце будет открыто, и чтобы сердце воспринимало слово, сказанное сегодня к нам! Потому что мы всегда говорим и верим этому! Бог через братские уста говорит свою волю к народу своему! Благослови Господь! Сегодня у нас в гостях брат Виктор, и он тоже желает поделиться Божьим Словом! Пожалуйста, брат Виктор, пусть Бог благословит! Пожалуйста! Слава Богу, братья и сестры! Бог нам позволил еще прийти в это утреннее время и поклониться Святому Его имени! Слава Богу! Знаете, я вспомнил место Священного Писания! Кажется, это написано в 93-м Псалме, если я не ошибаюсь! Там написано, если бы не Господь был мне помощником, то вскоре и вселилась душа моя в страну молчания! Знаете, друзья дорогие, я пришел на это место для того, чтобы сказать о милости Господне! Я не думаю, я вам что-то новое расскажу! Наш Господь, Он чудный! Наш Господь, Он дивный Бог! И иногда Он проводит нас, людей, детей своих, через долины, через болезни, через другие какие-то ситуации! Бог создает в нашей жизни и лишь для того, чтобы мы поняли, кто мы есть на земле! Чтобы мы поняли, какое определение наше на этой земле! Чтобы мы уразумели, что над нами есть Тот, о Котором написано, что им только мы движемся и существуем! И все это делает Бог для того, чтобы привести нас в вечность! И слава Ему! Я хочу рассказать стихотворение перед тем, как буду говорить Слово Божие. Это стихотворение не мое, но оно обо мне. Ты вел, Господь, меня через пустыню, и сердце очищал своим огнем, смирял мой дух, смирял мою гордыню, чтобы я познал величие Твое! А я считал, что это наказание за то, что согрешил перед Тобой! Ты обновлял мне душу и сознание, чтобы я познал, Отец, Твою любовь! Этот третий куплет мне трудно говорить. И, проходя долиной смертной тени, Тебя, Господь, сквозь слезы славил я! Ты был опорой мне и утешением, давала силы мне любого Твоя! Теперь я знаю, что всегда Ты рядом! Живу, стараясь слышать голос Твой! И наказание от Тебя от рада! Ты пастырь добрый! Ты отец благой! Все, что Тебя для нас благое! Твоих путей нам не дано понять и за хорошее, и за плохое! Тебя, мой Бог, я буду прославлять! Слава Богу! Братья и сестры, знаете, Бог наш, о Нем написано, что Он всезнающий, всемогущий! Он Бог любящий! Это то, что нам нравится, когда нам говорят! Это то, что нам приятно, когда нам говорят! С кафедры, братья! Но есть одно место, о котором написано! Он говорит, Он Бог строго взыскивающий! Евреям там написано, что Он, чтобы мы Богу служили со страхом, потому что Он есть огонь поедающий! Вот такой наш Бог, братья мои и сестры! Конечно, Бог, Он долготерпеливый, Он многомилостивый! Слово Божие говорит, Он не желает смерти грешника, но чтобы мы все пришли к покаянию! Такая воля Божья! Когда мы читаем 102-й Псалом, там написано, «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его! Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его! Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания Твоё, и обновляется подобно орлу юность Твоя!» Братья мои и сестры, это Псалом Давида! Я хочу сказать, что случилось вот в моей жизни, знаете, ничего не предвещало, хотя я уже как бы и не молодой, но чувствовал себя всегда хорошо, как-то болезни меня обходили всегда. Я так сам себе удивлялся и говорил не раз, «Господи, вот чувствую себя как молодой и всё такое!» Но вот в одно время пришёл Господь в мою жизнь, и когда я слышал пророческое слово, когда Бог обращался к народу Своему и говорил, что я буду ходить в каждый дом, я так смотрел на себя и думал, «Витя, ну, то, наверное, войдёт к Пете, к Васе, кому-то ещё, но не ко мне, я же такой хороший!» В собрания хожу, проповедую иногда. Братья и сёстры, но есть над нами Господь, Который видит наши пути, видит наше хождение пред Ним, Он знает наши мысли, Он знает наши дела, Он всё знает. И там в одном месте написано, что и перед лицом Его пишется памятная книга. Я хочу сказать, может быть, тем, кто думает, что ходить перед Богом – это можно как-нибудь, служить Ему можно как-нибудь, делать могу всё, что хочу. Братья и сёстры, знаете, и, может быть, ты скользишь сегодня по этой жизни, думаешь, ты грешник, удачник, тебе всё везёт, тебе всё сходит с рук. Братья и сёстры, но есть в Слове Божьем написано, что Бог, кого любит, того и наказывает, и бьёт же всякого Сына, которого принимает, но есть же такие места. Это не моё слово, это не мои слова. Это говорит Слово Божие. Братья и сёстры, и, по-видимому, и за мною наблюдал Господь, и видел, где я был неправ пред Богом. И вот пришёл тот час, когда Господь вошёл и в мою жизнь. Знаете, друзья мои, началось всё просто с того, что спина схватила. Думаю, ну вот не раз уже было, там полежал чуть-чуть, прошло и дальше, как ни в чём не бывало. Но на этот раз было по-другому. На этот раз были страшные боли. Конечно, я терпеть умею. Было это не раз уже. И я терплю. Но я вижу, что проходит неделя, причём сопровождается это высокой температурой. Я начинаю слабеть тело, вес терять сильно. Терплю ещё одну неделю. Когда я поехал в Урджин Кэр, вот там вот есть, я приехал, они спрашивают, какая у тебя проблема. Я говорю, ну у меня температура есть. Они говорят, мы тебя не можем принять, уходи. Ну, боятся. Я говорю, что вы мне предлагаете? Ехать домой умирать? Она говорит, ты можешь сделать это. Вот так вот сказала. Я так сел в машину, еле залез в машину, еле-еле, уже силы не было. Еду домой. Ужасные боли. Я кричал тогда, помню, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Проходит ещё неделя. Смотрю, дела плохи. Надо ехать. Думаю, ну как? Ну не примут, температура есть. Думаю, сделаю похитрее. Напьюсь таблеток. Взял с собой градусник в машину. Думаю, сейчас и еду, проверяю. Думаю, сейчас температура упадёт, и я туда зайду как раз в это время. Она не падает. Я ещё несколько штуки. И так езжу так вокруг. Думаю, чтобы температура упала. Ну наконец получилось. Я туда зашёл. Они взяли анализы, взяли анализ крови. И он говорит, едь срочно в emergency. Я туда приехал. Там держали, как обычно, они любят это делать. Но потом, когда меня просветили, он говорит, доктор приходит. Говорит, надо делать срочную операцию. У тебя нарыв большой образовался внутри, под позвоночником. Я думаю, ну конечно, наверное, нужно делать операцию. И он говорит, такой большой, как четыре нча, десять сантиметров в диаметре. Братья мои, сёстры, знаете, я, конечно, буду скорачивать всё это. Когда они сделали мне операцию, а боли в спине не проходят, он говорит, мы это вырезали, всё, но боли не проходят. Отправили меня домой, я не поправляюсь, всё равно, анализы плохие. Доктор говорит, тебе нужно опять ехать в госпиталь. Попадаю я в госпиталь уже второй раз. И когда они просветили, говорят, эта инфекция, она пошла к тебе на позвоночник и начинает кушать твой диск сзади. Братья мои, сёстры, это были тяжёлые времена в моей жизни. Это было то время, когда в страшных болях, в страшных мучениях, около двух месяцев, утром ждёшь вечера, вечером ждёшь утра, и тебе кажется, это не пройдёт. Друзья мои, конечно, было время, я вам скажу, проверять свою жизнь. Было время исповедоваться, находить себя, проверять себя, каяться пред Богом. Я, конечно, это всё находил в себе, я видел всё это. И после этого Господь положил милость для меня. И хотя я ещё не полностью здоров, ещё есть боли, но они уже такие совершенно незначительные. И доктор сказал, что нужно время для восстановления. Я благодарю, друзья мои, Бога, я благодарю вас, которые молились за меня, подвязались. Я благодарю Бога, что Бог явил мне милость свою и даровал своё исцеление. Слава Ему! Друзья мои, братья и сёстры, я хочу сказать, что наш Бог, Он Бог всемогущий. Он любит свой народ, Он любит свою церковь, Он любит свою голубицу. И Слово Божие говорит, что Он так её возлюбил, что отдал себя за неё, дабы её очистить, дабы её приготовить, и чтобы она была с Ним там в небесах. Апостол Павел говорит в послании, что я обручил её единому мужу, дабы представить её чистою девою. Братья мои, сёстры, вот такое охождение от нас сегодня хочет Господь. Чистое, святое и непорочное. В народе израильском была тоже проблема. Когда они вышли из Египта, Бог говорил, что я рукою сильную вывел вас из Египта. Позвал первенца своего. И вот сложилась ситуация, в которой они, по-видимому, не думали оказаться. Они тоже её не ждали, друзья мои. Они стояли на берегу Черного моря. Они расположились Таном. Статисты говорят, это было примерно 3-3,5 миллиона людей, включая взрослых, женщин, детей. Там было много скота, там было много имущества, с которым они вышли из Египта. И вот стояли они на берегу моря. И слух пошёл. Египтяне идут. 600 отборных колесниц погнались. Конечно, они погнались не для того, чтобы что-то им привести, что-то им просто сказать. Там было два как бы выбора, или две ситуации могли случиться. Это или рабство назад, или смерть. И вот они стоят в великом страхе, трепете, в переживании. Это была проблема. И обращаясь к Моисею, они говорят, зачем ты нас вывел? Они и не раз ему это говорили. Зачем ты нас вывел? Мы могли бы и в Египте так дальше работать. Зачем нам умирать, и зачем в пустыне умирать нам? Но Моисей им сказал, не бойтесь, стойте, и увидите спасение от Бога. Братья и сёстры, знаете, там в одном из псалмов написано, «Что грозно рёк он Черному морю, и оно и сохло, и провёл их по бездам, как по суше». Друзья мои дорогие, вот такой наш Господь. Я не знаю, как он рёк, или как он грозно приказывал этому морю, но оно и сохло, и провёл их, друзья мои. Там, говорят, примерно 300 метров глубина была в том месте, где они переходили, и около 300 километров или 200 майлов они шли по дну этого моря. И он провёл их, грозно рёк. «Друг дорогой, брат или сестра, я не знаю, какая ситуация сложилась в твоей жизни. Может быть, у тебя также болезни есть, может быть, у тебя какие-то другие переживания, может быть, дети у тебя неверующие или другие вопросы, но они тебе не дают радостно жить на этой земле, не дают тебе радоваться или утешаться в Боге твоём. Я хочу сказать тебе сегодня, что над твоей жизнью есть тот, кто сотворил тебя, чьи руки образовали тебя. Над тобой есть тот, кто страдал за тебя, проливал святую и невинную кровь. Я думаю, что если ты посмотришь на пройденный путь свой, ты увидишь, сколько раз он грозно приказывал проблемам твоим, сколько раз он спасал, он, как здесь написано, от могилы жизнь твою, и он венчает тебя милостью и щедротами. И добавляя ещё к этим словам, он говорит, насыщает благами желания твоё. Вот такой любящий и милосердный наш Господь. Слава Ему! Возлюбленные Брогом, братья мои и сёстры! И потому Давид, он в 22-м псалме, он говорит такие слова. Конечно, он помнил милости Господней, конечно, он знал милость Господнюю, конечно, он знал силу Господнюю. И в 22-м псалме он говорит, что если я пойду и долиной смертной тени, то я не убоюсь зла. А почему, Давид, ты не убоишься зла? Разве тебе не страшны эти враги твои? Разве тебе не страшны вот эти ситуации и проблемы в жизни твоей? А он говорит, потому что он со мною, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Братья мои и сёстры, я хочу сказать, что наш Господь, Он добрый есть. И даже если ты проходишь сегодня какую-то долину твоей жизни, я хочу тебе сказать, что это лишь для того, чтобы ты познал величие Господне, чтобы ты познал милость Божию, чтобы ты вспомнил о том, что есть тот Бог, который любит тебя. Слава Ему да будет. Поэтому, братья мои и сёстры, я хотел бы сегодня, конечно, ещё раз поблагодарить вас всех и сказать, что наш Бог, Он есть добрый Бог, Он слышит наши молитвы, Он принимает наши молитвы. И Ему приятно, когда народ Божий ходит перед Богом в святости, в чистоте, в истине, да будет имя Господне благословенно. Слава Ему. Аминь. Братья и сёстры, мы все были встревожены тем, что это не обычная, простая болезнь, это серьёзное, серьёзное заболевание было. И мы молились, и мы переживали об этом. Давайте мы сегодня помолимся ещё раз брата Виктора. Пусть Бог благословит, как он говорил о том, что Бог есть видящий и слышащий. Он есть реальный Бог, совершающий чудеса и знамения в нашей жизни. Так точно, как в своё время народ израильский выходил, и чудеса Божьи совершались, так и в наше время Бог в силе совершить подобные чудеса, исцеляя и восстанавливая. И пусть Бог благословит брата Виктора, чтобы он полностью восстановился, был здоров, чтобы трудился в Божьей Церкви, и чтобы в семье была радость и благодарность великая Богу. Молимся Господу. Господь, благословенный Отец, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа Божия, благослови брата Виктора Господь. Была сильная болезнь, переживали родные и близкие, друзья, и в церкви много раз молились о нём. Но Господь простёрта твоя рука, ему Господь легче. Благословил руки врачей, сделана операция, нуждается в восстановлении и в полном исцелении. И мы, Господь, продаём Его в Твои святые руки. И пусть эта молитва Церкви пройдёт сквозь облака, пристанет пред Твоим престолом, и Ты услышишь её, и пошлёшь ответ, и пошлёшь восстановление и исцеление, и благословение в Его жизни и в Его судьбу. Аллилуйя! Хвала Иисусу! Иисусу слава Тебе, благословенный всемогущий Бог наш, Господь Иисус. И Его благослови, и Его дом благослови. Детей, Господь, жену, внуков, Боже, пошли благословение, Господь, и устройство в Его жизни. И чтобы Он, как и прежде, был крепок, и мог бы трудиться, и мог бы, Господь, работать, и мог бы делать всё без всякого затруднения. Боже, благослови, укрепи Его здоровье, и пошли милость Твою. Хвала Тебе, слава Тебе, и благодарность Тебе за всё. Бог наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, будем заниматься Своими места. Пусть Бог благословит, брат Виктор, даст Бог здоровье, и да укрепит Тебя. Пожалуйста. Слава Богу, братья и сёстры, за Его святую милость. Я хочу пару мест прочитать к пожертвованию. Первое место будет от притчи, 21 глава, 26 и 27 стих. Пишется так. «Праведник даёт и не жалеет. Жертва нечестивых мерзость особенно, когда с лукавством приносят её». Я хотел бы спросить вопрос, откуда приходит жаление, вот как чтобы жалеть, или лукавство. Знаем, что это всё исходит из сердца, от избытка сердца, говорят, уста. И последнее место хочу прочитать, это 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяя по расположению сердце, не с огорчением и не с принуждением, ибо добро охотного дающего любит Бог». В американском переводе написано «черфул гивер» — это тот, который даёт с радостью. И откуда радость приходит? Из сердца, от избытка сердца, дорогие братья и сёстры. Чтобы мы всегда от сердца давали. Давайте помолимся сейчас не то, чтобы Господь нам расположил на сердце, чтобы давать на дело Божие, а чтобы Господь поменял наше сердце. И когда Господь поменяет наше сердце, тогда мы будем давать щедро и с радостью для нашего Господа. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Иисус, слава тебе, Господь, за это прекрасное утро, Господи, которое ты дал по великой милости Твоей, Господь. Мы все, Господи, проснулись в это утро, живы и здоровы, Господи, слава тебе, Господь, что милость Твоя, Господь, она обновилась над нами, Господи, в этот утрешний час. Слава тебе, Господь, Аллилуйя, Господь, и благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя, Господь. Иисус Христос, Господь, поминай, Господи, Боже мой, поменяй наши сердца, Господь, Иисус Христос, Боже мой, измени наше сердце, Господь, чтобы мы давали, Господи, не то, чтобы мы давали, Господи, а чтобы мы давали от сердца, Господь, Иисус Христос. если Ты поменяешь наши сердца, Господь, если Ты изменишь нас изнутри, Господь, то мы будем, Господи, давать Тебе от чистого сердца с радостью, Господи, не жалей, Господи, благослови, чтобы эта жертва не была с лукавством, Господи, не для показухи, Господи, чтобы эта жертва была Тебе от чистого сердца во имя Иисуса Христа. Аллилуйя Тебе, благослови каждого брата и сестру, Господи, благослови всех, не на работе, Господи, Все, кто где работает, Господь, благослови, Господи. Если у кого-то нет работы, Господи, пошли таки им, Господи, работы, Господи. Благословение Твое злей, Господь, на народ Твой во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем сейчас петь псалом. О, Иисус, Ты простил меня, Ты омыл все грехи мои. И теперь знаю точно я, что прощу, я тобой прощу. Будь прославлен, Божий Сын, Будь прославлен, Божий Сын, Ты простил меня, я тобой спасен. Будь прославлен, Божий Сын, Будь прославлен, Божий Сын, Ты простил меня, я спасен. О, Иисус, я люблю Тебя, и я славлю Твое имя, И теперь знаю точно я, что спасем, я Тобой спасем. Будь прославлен Божий Сын, будь прославлен Божий Сын, Ты простил меня, я Тобой спасем. Будь прославлен Божий Сын, будь прославлен Божий Сын, Ты простил меня, я спасем. О, Иисус, Ты простил меня, Ты омыл все грехи мои, И теперь знаю точно я, что прощем, я Тобой прощем. Будь прославлен Божий Сын, будь прославлен Божий Сын, Ты простил меня, я Тобой спасем. Будь прославлен Божий Сын, будь прославлен Божий Сын, Ты простил меня, я спасем. Я спасем. Слово. Слава Богу, братья и сестры, у нас прекрасное служение сегодня. Бог дал нам быть в числе живых, как брат Виктор передо мной говорил, и еще возможность служить Богу, служить друг другу, славить Его, потому что Он есть наш Творец, наш Создатель. И хотя мы понимаем, что нас ждет небо, хотя мы понимаем, что там намного лучше, но все равно мы такие сотворенные Богом, что мы хотим все же жить, да? Мой дядька, когда всю жизнь пастырем церкви был, а когда его укусила змея, говорит, я по ним всю жизнь проповедовал, что на небо там лучше, а когда укусила змея, так хотелось жить, так молился Богу. И Бог исцелил его, слава Богу. Но я думаю, что, наверное, мы и понимаем, что не все мы еще выполнили на этой земле, не так ли? Чтобы так просто сказать, вот я иду туда уже. Каждый понимает, что Бог возложил какую-то миссию на нас, и нам нужно это исполнить. Оператора у нас получается включить, да? Хорошо, у нас сегодня уже прозвучало прекрасное слово, и мы дальше настроимся на то, чтобы Бог говорил к нашим сердцам, что Бог хочет сказать сегодня. И если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте послание Ефесянам, 5 глава, и мы будем читать с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Почему-то мне уже долгое время положилась эта проповедь, эта тема, говорить о влиянии, о различных влияниях, которых мы встречаем в этой жизни. Мы поговорим с вами, ну, не осмелюсь сказать о истине, но насколько оно открылось мне, поговорим о трех таких тезисах влияния. Поговорим о том, что мы люди, мы можем и мы находимся под влиянием. Я с вами вместе прочитал этот текст Писания, и здесь говорится о том, что апостол Павел пишет, чтобы люди исполнялись духом. И некоторые, возможно, любители выпить спиртного, они видят в этих словах, что как будто бы Павел дает разрешение пить вино. Ну, можете пить, но только не упивайтесь, да? Вот, давайте мы посмотрим глубже. Он здесь предупреждает их, чтобы они были очень осторожными, чтобы они были очень внимательными, чтобы они в своей жизни как будто идут по тонкому льду. Они дорожили временем, они искали Бога, они познавали волю Божью. И он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Когда человек употребляет алкоголь, ему не присущи все те качества, которые я перечислил. Он неосторожный, он не дорожит временем, да? А наоборот, он здесь показывает два несовместимых вместе влияния. Влияние алкоголя и влияние Святого Духа. Это две разных направления. И он говорит, не идите в то направление, а идите под влияние Святого Духа. Если человек употребляет алкоголь, и он будет ехать, и я уверен, что на разных людей по-разному влияет алкоголь. Некоторые едут очень быстро, да? Некоторые едут очень медленно. Некоторые едут очень криво, когда употребляют алкоголь. И у полицейских уже настолько заточено зрение, что они уже знают, что этот человек, его нужно остановить, и его нужно проверить, что-то с ним неправильно. И когда они останавливают, они делают тест, и они видят, что человек под влиянием алкоголя. И они его арестовывают, и этот офенс называется... Тот не работает, да? Я включил. Сейчас разберемся. И этот офенс, когда арестовывают этого человека, называется DUI. Это Driving Under Influence. Вождение под влиянием. Влияние. Человек находится под влиянием. И вы знаете, Бог об этом говорил передо мной, брат, что Бог, Он есть Бог, наш Бог, ревнитель. И Бог, и Бог ревнует о том, чтобы мы не попали под какое-то другое влияние, а были под влиянием Божьим. Вы знаете, в этом мире люди борются за влияние, страны борются за влияние. Здесь это не секрет. Америка озвучила, что они потратили около 5 миллиардов долларов, чтобы иметь влияние на Украине. Не так ли? Люди платят огромные средства, чтобы иметь влияние. Влияние – это что-то значимое, это что-то важное. Но, братья и сестры, что там 5 миллиардов долларов? Бог заплатил Сынам Своим, чтобы мы были под влиянием Святого Духа. Слава Богу! Что там 5 миллиардов? И через то Бог ревнует сегодня, когда мы выходим из-под Божьего влияния и ищем какого-то другого влияния. Мы поговорим с вами о том, что три тезиса. Все люди находятся под влиянием. Все. Разница лишь в том, под каким ты влиянием. А все люди находятся под влиянием. Давайте мы посмотрим, ну, может быть, различные влияния, которые встречаются нам в жизни. Вам известно влияние рекламы, не так ли? Ну, целые институты работают. Как завлечь ваше внимание? Как захватить вас, чтобы вы были внимательны? Чтобы вы обратили внимание? И не раз встречается такое в семьях, что жена возвращается с магазина и покупает двадцатую уже сумочку. И муж спрашивает ее, ну, дорогая, у тебя же уже столько этих сумочек на каждый случай жизни. Но она говорит, ну, она же на сейле. Ну, хоть ради этого случая, что она на сейле, ну, я не могла пройти ее мимо. А не приходит простейшая мысль, что люди, они работали над тем, чтобы как завлечь твое внимание. Мой брат работал, когда только приехали в Америку, он работал в магазине, где продавали фурничур. И он говорит, когда только они планировали сейл, они старались цены так завысить, что когда потом делали хороший сейл, то люди приходили. Они смотрели, оно же на сейле, оно же так вроде бы дешево. И не приходит простейшая мысль, что, может быть, люди, они думали, как завлечь твое внимание. И я помню, в Вашингтоне мы жили, там один магазин, ну, не помню, наверное, сколько мы там жили, ну, лет, наверное, до пяти он всегда закрывался. Out of business sale. И все, которые приезжают, закрывается магазин, ну, надо же приехать, посмотреть, заходят, что-то там ищут, ну, это же выгодно. Он закрывается, магазин, надо приобрести, он закрывается, закрывается, никак закрыться не может. Потому что люди думают, как завлечь внимание твое, как тебя взять, чтобы ты, вроде бы имея волю, но сделал то, что они хотят. И вы знаете, ну, психологи, они изучают этот вопрос и используют это. И люди зачастую просто даже не приходит простейшая мысль, что это все продумано и это все просчитано. Мы множество таких примеров находим, когда, например, в баскетболе Nike платит огромнейшие деньги, чтобы этот спортсмен использовал их шорты, чтобы там был такой значок Nike. Многие другие компании, они работают над тем, чтобы показать ихнюю продукцию. Вот я помню, было в новостях, что какому-то там звезде какого-то там кино заплатили огромнейшие деньги, чтобы он там снимался в этом кино с ихними сигаретами. Хотя, когда взяли интервью у этого человека, он говорит, я в жизни вообще даже не курю и не планирую курить. Оно мне безразлично, но так как люди просчитывают это, чтобы это, ну, те поклонники, которым нравится этот актер, они тоже были подобные ему. Они покупали и делали то же самое. Вы часто встречаете рекламы, да, когда рекламируют пиво и футбол этот американский. Вот какая общность между пивом и тем стартем, тем, который хорошо играет в этот футбол и пивом. Если ты будешь пить пиво, ну, каким ты станешь спортсменом? Ну, в лучшем случае можешь сидеть на диване с висящим животом, с пультом возле телевизора. Вот таким вот спортсменом ты можешь стать, но не другим. И ничего там общего нет, а людям не приходит мысль, ну, это же так, это же рекламируют. И они попадают под влияние. И за это влияние мы сегодня говорим. И пускай через всю нашу эту проповедь, эту беседу будет главная наша мысль, что Бог хочет, чтобы мы были под влиянием Святого Духа, чтобы мы были погружены под влиянием силы Духа Божьего. Это Бог заплатил огромную цену, чтобы мы были под Его влиянием. У дьявола есть множество разных инструментов. У него есть алкоголь, у него есть драгс, у него есть смокинг, вейпинг, у него есть видеоигры, которые люди попадают под такое влияние, что зачастую попадают в зависимость такую демоническую, что нужно за них молиться за освобождение. в фильме, в соцсети и так дальше. У дьявола есть множество своих инструментов, которых он напридумывал, чтобы завлечь наше внимание. И апостол Павел пишет, будьте осторожными, будьте очень внимательными, смотрите, не попадите под ложное влияние. Ищите хорошего влияния. У Бога есть тоже свои инструменты, не так ли? Библия, церковь, совесть, Дух Святой, дары Духа Святого, обстоятельства в жизни, есть христианские много различных ресурсов, в которых мы можем назидаться, слушать проповеди, слушать прекрасное пение и так дальше. У Бога есть свои инструменты. И вот что мы полюбим, под какое влияние мы с вами пойдем. Бог хочет, чтобы мы имели хорошее влияние, чтобы мы были под влиянием Духа Святого. Это очень и очень важно. есть влияние большинства. Влияние, когда люди смотрят на других и волей-неволей они делают так же самое. Вот посмотрите, раньше жившие вы в Советском Союзе, когда были такие большие, пошла такая более-менее свобода, пошли такие большие свадьбы. Я помню, когда моя сестра выходила замуж, как строился этот огромный такой палатка и шалаш. И мы жили в городе, в Виннице, довольно большой город. Столько было людей, тысячи людей со всего города. По три раза, по три потока кормили этих людей. Там знали и не знали тех людей. Все приходили туда. Ну как-то было в то время так, и все так делали. И вот кто-то, может быть, был бедный, он не мог этого сделать, но они готовы были все сделать, вылезти из себя, чтобы сделать так. Почему? Потому что это так все делают. Потом пришла другая мода. Начали делать в ресторанах. И приглашали только званых, маленькое количество людей, там сто человек, двести человек, да, на Украине. И тоже пошла такая мода. Все перестали делать эти шалаши. Да зачем это? Надо столько работы, там столько поросят нужно закормить и зарезать, и так дальше. И все делали, начали все... И все так делают. А наши деды рассказывают, было совсем по-другому. Было время, когда проходило собрание в домах. И после собрания садили жениха и невесту. И за них молились, их благословляли, давали какое-то наставление. И какой-то там, если был борщ, они вместе покушали и разошлись. И это называлось свадьбой. Братья и сестры, тогда так было. И все делали так, потому что это так люди делают. И влияние большинства, это очень тоже... Вы думаете, что люди избегают этого? Вы думаете, что пророки или сосуды избегают этого? Вы думаете, что служителя избегают этого? Вы думаете, что простолюдины избегают? Нет. Вот посмотрите, в Библии сколько есть масса примеров. Когда поставили этих три юноши, Сидраха, Мисаха и Авдинага, на этом поле. И сказали, что все так делают. Вот истукан, и пожалуйста, поклонись ему. И они не сделали так, как сделали все. Вот Даниилу сказали, никто не будет молиться, все не молятся. И вы так не делайте. И он сделал совсем по-другому. Он преклонялся перед Богом и молился ему. Вы помните, когда Михея призвали к Ахаву, и у Ахава было 400 пророков. 400 пророков, которые питались от стола царского. Михей их прибрал таким хорошим влиянием. Они гуманитарную помощь, вэлфер получали от этого царя. Им было хорошо. И как только нужно было Ахаву, они пророчествовали, как нужно было Ахаву. Ну, а призвали Михея. А Михей оказался, ну, не в этом влиянии. И Михей пророчествовал совсем другое. Есть влияние большинства. И это интереснейшие темы, о которых можно было говорить и сказать целую серию проповедей. Но я бы хотел, чтобы эти тезисы или эти мысли у нас были, и мы их развили сами. И молодежь зачастую, просто им не приходит мысль. Если все так делают, если все курят, если все пьют, если все ругаются, если все идут в кино, это совсем не значит, это совсем Бог не хочет, чтобы ты делал то же самое, что делают другие люди. Итак, мы идем дальше. Библия нам говорит о том, что есть влияние друзей. И пословица говорит о том, что покажи мне своих друзей, и я скажу, кто ты. Птицы собираются по роду своему, не так ли? И Библия нам говорит, что общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми развратится. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Итак, влиять на нас могут наши друзья, не так ли? Это очень важно, с кем дружат наши дети, с кем дружим мы, и почему мы с ними дружим. Посмотрите на эту таблицу. Мы живем здесь, в Америке. Это влияние общества, influence of society. И социологи, они делают опросы. Они делают опросы, делают, это целая наука. Опрашивают около 12 миллионов человек, чтобы прийти к какому-то числу. И вот посмотрите, в 90-м году, когда мы приехали в Америку, я приехал в 90-м году, 85% людей, которые считали себя, что они христиане. И они это озвучивали, что вот мы христиане. Через 11 лет, в первом году, уже в 2001 году, за 11 лет на 4% упало и стало всего лишь 81%. Еще через 11 лет, видать, тогда технология была Словер, и они считали, им занимало это 11 аж лет, чтобы всех посчитать. Вот, ну, в Римской империи, наверное, быстрее считали. И вот посмотрите, упало еще на 3%, за 11 лет падало на 4-3%. В 15-м году за 3 года упало на 3%. Если тогда падало за 11 лет, то уже за 3 года упало на 3%. В 19-м году всего лишь 65% считали себя, американцы, христианами. Это упало за 4 года на 10%. Вот посмотрите, какое движение, какая тенденция и какое направление. И если при такой власти Трампа, где они были очень склонны к христианству, упало на 10%, а задайте себе вопрос, что будет в 23-м году. Нет, мы любим нашу страну, в которой мы живем. Мы считаем, что здесь очень много есть хорошего. Люди послушны закону, люди за то, чтобы было исповедание веры свободное. Люди очень добрые, жертвуют очень много по другим странам, не так ли? И они приняли нас, они дали нам возможность встать на ноги. Мы благодарны этой стране и молимся за эту страну Богу, чтобы Бог их благословил. Но мы не можем оставить без внимания та тенденция и то влияние, которое может произвести общество на нас и на наших детей. Мы должны это адресовать. И вот представьте себе, что будет дальше. Это ихние, это непридуманные, это ихние цифры. Вы можете покопаться и сами это увидеть. А здесь, в обществе, в котором мы живем, 52% люди разводятся. 70% люди не остаются, даже если живут вместе, они не остаются верными друг другу в браке. Это не пугающие мысли. Вот та толерантность, в которой люди здесь живут, что попробуй только оббить этого, который любит мальчик-мальчика или девочку-девочку и так дальше. Ничего это не говорит нам. Я думаю, что эти показания, они просто шокирующие. В каком обществе мы живем. Мы зачастую смотрим положительную сторону. Да, это прекрасно. Но негативная сторона. Возможно, возможно, что если опросы делаются 12 миллионов человек, то, возможно, огромная разница между нашей любимой Сиделией и среди кукурузы, чем Сан-Франциско. Возможно, это совсем разные вещи. Возможно, там люди совсем другие. Но в общем, но в общем. И мы должны думать о том, чтобы общество, оно имело на нас позитивное влияние. То, что хорошее, а не то, что негативное. И мы, растворившись в этой стране, сказали, да, все так поступают. И нам так нормально. Это не нормально. Итак, влияние родителей. Бог заложил влияние в родителей. И Он имеет ответственность спросить у родителей, могли ли мы влиять на наших детей, на наши семьи, чтобы позитивное влияние распространялось. Я не буду на этом останавливаться. Идем дальше. Итак, мы сказали с вами первый тезис. Все люди находятся под влиянием. Под одним или другим. Но человек сотворен так. Ты не можешь сказать, что я такой независимый, что на меня никто не влияет. Это просто невозможно. Все люди находятся под влиянием. Но под каким ты влиянием? Под влиянием интернета, под влиянием фильмов, под влиянием алкоголя, наркотиков, какой-то развратной жизни или каких-то грехов. Или ты под влиянием Божьего Слова, ты под влиянием Церкви. Ты выходишь из служения. Ты наполненный Божьей благодатью. Дух Святой мог повлиять на тебя. Ты исполнился Духом Святым. Под каким ты влиянием? Зависит от тебя. Второй тезис. От тебя зависит. Под каким ты будешь влиянием? Давайте решим такую детскую задачу, которая имеет смысловую нагрузку. В каком пруду больше шансов, чтобы рыбка была счастливой? Давайте посмотрим внимательно на первый экран. Запомнили. Запомнили. Второй экран. Второй пруд. Итак, как вы думаете, в каком из этих прудов или из этих озер рыба будет счастливой? В первом, представьте себе, там есть покушать, а рыбка ж голодная, а там такой-такой запах, а там такое-такое приятное тебе предлагаю, да? Но за тем, за той наживкой или в той наживке, там острый крючок, и он сделает тебе настолько больно, и этот острый крючок поволочет тебя в преисподнюю. Итак, от тебя зависит, под какое влияние ты отдашь себя. Если ты попадешь под влияние греховное, обязательно этот крючок, он споймает тебя, рано или поздно. Ты можешь, как тот Самсон, ходить, такой он был всеумелый, но рано или поздно этот крючок ухватит тебя так, что ты не сможешь сопротивляться, и он заволочет тебя в преисподнюю. Так что держи себя подальше от греха, от ложного влияния, держись в благословенном Богом влиянии, влиянии Духа Святого, Слова Божьего, Церкви. Когда-то Бог обратился к Каину и сказал так, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился, от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь добро, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Интереснейшее событие. Кто-то из братьев сказал недавно, что когда-то Бог с Каином разговаривал, а сегодня с нами не говорит, да? Как будто Каин был большой пророк. Нет, 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 Бог сегодня с нами говорит через слово свое намного больше, чем говорил когда-то с Каином, да? Но не было у Каина тогда Библии, не было колледжей библейских, не было у него наставников. Вот, и Бог решил предотвратить его, сохранить его. И Бог посмотрел, что Каин, он попал под влияние. Под влияние. Под влияние какое? Под влияние гнева, раздражения, зависти. Вот у брата получается, Бог принял его жертву, а мою не принял. Я не знаю как, то ли там огонь сошел с неба, то ли там дым не поднялся в небо. Я не знаю, что там было, но это было настолько явно видно, что оба увидели, и все увидели, что у одного принято жертва, а у другого не принято. И Бог посмотрел, что Каин попал под влияние. И вы знаете, влияние, психологи говорят, что если ты 3-4 раза попробуешь, ты попадешь под влияние. Но после 20 дней, если ты задержишься там, ты попадешь в зависимость. Это две разные вещи. Влияние и зависимость. После 20 дней приходит зависимость. И Бог пробовал, чтобы предостеречь его, чтобы то влияние, в которое он попал, Он вышел, и он говорит, что ты господство, у тебя есть возможность, у тебя есть возможность выйти из этого влияния. Но Каин задержался там и попал в зависимость. Пришла не только обида или зависть, а пришла ярость неконтролируемая из преисподней. И он поднял руку свою и убил в этой ярости своего невинного брата. Вот желание, это влияние, это когда человек еще имеет волю. А когда человек попадает в рабство зависимости, он без помощи выйти из этого не может. Давайте наглядно покажем. Вот человек в этих белых красивых штанах попал по колено в болото, это он попал под влияние. При всем своем старании он может выйти оттуда, да? Пускай будет запачканный, но он может оттуда выйти. Ну а если человек попал по грудь в болото, он бы как бы хотел бы оттуда выйти почти невозможно, если ему кто-то не поможет. Итак, как помочь, если кто-то попал под влиянием? У нас нет уже времени, но это важные вещи, которые я просто скажу, и пускай это останется в нашей памяти. Первое, это человек должен созреть. Созреть, чтобы на уровне разума возненавидеть грех. Вот, и созреть для того, чтобы ему помочь, признаться в том, что ему нужна помощь. Потом есть практическая помощь, это когда человеку помогают, некоторых отвозят в реабилитационный центр, там им помогают практически. Некоторых дома, там, если кто-то в зависимости порнографии забирают всякие соцсети, интернет, чтобы он не имел возможности. Если кто-то в алкоголе забирают финансы, вот это практическая помощь. Потом аж идет духовная помощь, когда человеку нужна молитва, пост, наставление. Но если вы будете поститься за человеку, отдадите ребенку компьютер, чтобы он сидел в интернете, вот, ну, очень мало, вероятно. Бог помогает тому, кто прилагает все старания и что-то делает, чтобы от этого избавиться. Тогда Бог приходит и помогает. Духовная помощь. Потом войти под Божье влияние, это тоже очень важно. Некоторые пробуют, что-то у них получается, а потом, а потом как-то будто бы все оставляют, да. Вот, войти под Божье влияние, это очень и очень важно. Христос говорит, когда нечистый дух выходит из человека, он ищет покоя, не находит, возвращается и находит, что этот сосуд, он, этот дом, он пустой. Он праздный, он не занятый, он не занятый Божьим влиянием, он не наполненный Божьим словом, он не наполненный быть в церкви, он не наполненный духом святым молитвой и без проблем возвращается назад. Почему? Потому что человек оказался вейкент, он свободный, он не занятый. Занять себя служением Богу, это тоже очень важно. Многие молодежь, которые едут на миссионерство, даже они не так уже сильно здесь, они привели свою жизнь в порядок. Но когда они приходят на служение, когда они начинают, их это дисциплинирует, они начинают понимать, что им расслабляться нельзя, ему нужно проповедовать и так дальше. Когда человек вливается в труд, это огромная, огромная помощь. Итак, три тезиса влияния, я уже почти закончил. Все люди находятся под влиянием, от тебя зависит под каким ты будешь влиянием. И ты влияешь на других. Ты можешь подумать, да я сижу себе спокойненько на задней скамейке, никто меня не трогает, я никого не трогаю, как я влияю на других. Нет, ты влияешь. Ты влияешь на других. Только ты влияешь тем, под каким ты влиянием. Вот чем ты наполненный, тем ты можешь повлиять на других. Что нам Библия говорит? Библия говорит, что если кто-то боязливый, это было в законе, отправь их. Пускай они не идут на войну. Почему? Потому что они сделают других сердца робкими. Это Бог продвидел. Тот психолог небесный, он это продвидел и написал это в законе. Если ты думаешь, что ты сидишь, ничем не занимаешься, и ничего ты плохого не делаешь, нет, ты влияешь на других. И другие смотрят на тебя, что ты безразличный, что ты безжизненный, и кому-то приходит мысль, а мне что, больше всех надо? Я тоже сяду, как он, мне ничего не надо. Ты влияешь на других, и тебе нужно будет давать отчет за то, что ты делал. Два человека, которые были наполнены влиянием Божьим, Иисус Навин и Халев, они шли, они смотрели на плоды, они шли, они, наверное, пели песню, да, великий Бог, когда на мир смотрю, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кому ты свет свой даруя, питаешь любовью Отца, да, и пели эту песню, великий Бог, они радовались о Боге. А другие 10 человек, которые были под другим влиянием, под влиянием страха, под влиянием рабства, под влиянием неверия, они приходили в стан, и они как влияли на других, что все израильтяне взяли камни, чтобы побить их камнями, не так ли? Другой пример, Давид, все эти братья-израильтяне, когда услышали эти 80 проповедей этого Голиафа, утром и вечером 40 дней, а этот Голиаф, наверное, так красноречиво рассказывал, что он с ними сделает. Как будут плакать их дети без Отца, как их жены будут горевать, когда они потеряют мужа. И это настолько впечатлило, настолько повлияло на них, что Библия говорит, они так боялись, они убегали и прятались друг за друга. Вот такое было влияние духа, страха, рабства и неверия. А Давид был под другим влиянием, под влиянием Духа Святого, и пришел, и влияние мира этого не провозошло влияние Святого Духа. Библия говорит, что тот, кто в вас, намного больше того, кто в мире, слава Богу нашему. И через то, сегодня, сегодня, пускай это наше рассуждение останется глубоко. Вроде бы такие безобидные вещи, влияние, что там такого, раз попробовал, два попробовал, а вот и, упс, уже и в зависимости. Что там особенного? Из таких безобидных вещей вроде бы вырастает такая огромная проблема. Да, на самом деле, это духовные законы, и они работают. Держи себя под Божьим влиянием, беги в церковь, беги на молитвы, читай Библию, исполняйся Святым Духом, и ты будешь наполненный Богом, и никакое другое влияние не превзойдет и не возьмет тебя в свое рабство. Давайте преклонимся и помолимся Ему. Аллилуйя Тебе, слава Тебе, поклонение Тебе, величие Тебе, держава Тебе. Ибо Ты, Бог мой, слава Тебе. Армайны, грабар и глабири, арманауден. Мы благословляем имя Твое, что Ты сегодня, Господь, имеешь еще открытое небо. Ты имеешь эту возможность нам быть под Твоим влиянием, под влиянием Святого Духа. Аллилуйя Тебе, Бог мой, слава Тебе, рабе, регламена. Господь, благослови народ Твой, благослови церковь Твою, благослови Домы, народа Твоих, детей, благослови молодежь. Благослови, Господи, наполни Твоим влиянием Святого Духа, влиянием веры, влиянием, Господь, победы, влиянием, Господь, Духа неба. А воочию, Господь, мы призываем имя Твое, ибо мы знаем, что с Тобою радость, с Тобою счастье, с Тобою победа, с Тобою вечность, Господь. Аллилуйя Тебе, благословляй, народ Твою церковь, нашу благослови и наполни от малого до великого, Господь, наполни святым духом. И дай нам, Господи, это оценить. Ты есть Бог-ревнитель, и Ты ревнуешь о том, когда мы, Господи, ищем другого влияния, когда мы уходим от Твоего влияния, когда мы не ценим Твоим влиянием. Ты есть Бог-ревнитель. Аллилуйя Тебе, Бог мой, прощай нас, освящай и вводи в Твою благодать, вводи, Господь, под силу и влияние Духа Святого, дабы нам в жизни нашей быть победителями, быть Твоими детьми поистине, идти за Тобою. Аллилуйя Тебе, и влиять на других. Господи, быть исполненным той благодатью, чтобы повлиять на этот мир, быть тем светом, быть той солью и быть той благодатью. Аллилуйя Тебе, слава Тебе и поклонение Тебе в народе Твоем и в церкви Твоей. Вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь. Отче наш, на небесах, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавок, ибо Твое и царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, пожалуйста, будем занимать свои места. И так прозвучало слово сегодня, и слово пришло от Господа через братские уста, Господь проговорил к нам. И, конечно же, мы будем думать, рассуждать, чтобы Божье влияние распространялось на нашу жизнь. Чтобы от Духа Божьего приходило желание в сердце, и мы, согласно воле Божьей, могли бы жить на этой земле. Благослови всех нас, Господь. Итак, братья и сестры, мы раньше имели такую молитву, недельную молитву, 24-7, как говорится. Мы круглосуточно имели церковную молитву, чтобы Господь благословил нашу церковь. И вот как раз мы согласились снова это сделать. Ведь мы нуждаемся в Божьих благословениях, мы нуждаемся, чтобы не грех оказывал влияние на нас и на детях наших, но чтобы от Духа Божьего приходило это влияние в нашу жизнь, и чтобы Господь управлял и руководил нами. Пусть Бог благословит нас. Итак, мы через неделю, в четверг, 1 апреля, будем иметь служение причастия перед Пасхой. Но в этот четверг, на этой неделе, на нашей вайбер-групп, нашей церкви, будет выставлен график, как мы это и делали. И поэтому сегодня воскресенье, понедельник, вторник, среда, пожалуйста, выйдите на вайбер-групп нашей церкви и запишите себя, или вернее возьмите время, там график специальный, нажмите на правильное место, возьмите для себя время молитвы, 30 минут время молитвы вашей семьи. То ли это будет утром, то ли это будет вечером, днем, согласно того, как вы работаете, как вам удобно. И в прошлый раз мы этот график полностью заполнили, и 24 часа в сутки ишла молитва к Богу в течение 7 дней. И с четверга начинается эта молитва, с 12 часов, и будем молиться до следующего четверга, и в четверг будем иметь служение причастия перед Пасхой, в этот страстный четверг. Поэтому, пожалуйста, обратите особое внимание на это, чтобы мы могли бы тоже сохранить эту молитвенную вахту перед Пасхой в течение всей-всей недели. Я еще раз напоминаю, уже начинайте выбирать время для себя, чтобы мы могли бы заполнить те пропущенные места, и чтобы полностью-полностью этот график был заполнен всеми нами. Благослови нас Господь в этой совместной молитве, круглосуточной, перед Пасхой. Также мы сегодня имеем вечером служение. В этом вечернем служении будет участвовать оркестр, и также группа Эл Шадай, группа поющая, будет проводить служение пения вечером. Пожалуйста, не пропускайте служение. Мы будем молиться за подростков, потому что в следующую субботу они имеют конференцию подростков с четырех часов дня до вечера. И они будут молиться о крещении Духом Святым. И мы в прошлое воскресенье, и в это воскресенье мы приглашаем их к исповеданию, молимся за них. И в этот вечер тоже будем молиться. Поэтому подростки должны быть обязательно все в церкви. И они должны быть в пять часов здесь. А служение будет начинаться в шесть часов. Они должны приготовиться и быть готовыми к служению. Пожалуйста, мы очень убедительно просим вас. Также мы будем молиться за второй поток, чтобы Господь благословил. В один от часов они начинают свое служение. Пусть поблагословит нас. Также мы, братья и сестры, согласились и весьма благодарны всем, кто принимает активное участие в этом, чтобы могли бы каждый член церкви сдать по шестьсот долларов, чтобы погасить заем, который мы имеем на церковь. И спасибо большое всем, кто участвует. И в это время, когда у нас, каждый из нас имеет помощь от государства, легко этот вопрос решить, очень удобное время, чтобы, не напрягаясь, каждому члену церкви поучаствовать. Поэтому Пусть поблагословит всех, кто не участвовал, принять в этом участие, потому что мы не знаем, какие времена нас ожидают. В эти добрые времена, как написано в Священном Писании, мудрый видит беду и укрывается. То есть мы не знаем, что ожидает нас, а у нас есть возможность избавиться от этого долга, чтобы обеспечить более стабильную жизнь в будущем, потому что сложно судить о том, что ожидает нас. Где-то в пределах 35 тысяч мы уже собрали, но, конечно, не все еще поучаствовали. Мы благодарны весьма всем тем, кто участвовал. Поэтому благослови Господь, что все мы могли бы усердно, активно поучаствовать, потому что это во благо, во благо нам и во благо нашим детям. И еще раз благодарю всех, кто участвовал. И благослови Господь, чтобы мы могли бы осуществить это согласованное желание, и чтобы в этом имелся успех. Братья и сестры, я хотел бы пригласить сюда брата Виктора и сестру Лиду Ковальчук. Пожалуйста, брат Виктор, сестра Лида, пройдите к нам сюда. Мы уже давно их хорошо знаем. Они много лет уже здесь живут в Сиделии. И, конечно, мы хотим с вами... Пройдите сюда к нам наперед, пожалуйста. Пройдите, чтобы мы могли бы здесь ближе познакомиться с вами. Брат Виктор и сестра Лида, фамилия Ковальчук. Пожалуйста, пройдите к нам сюда. Пройдите сюда. Они посещали церковь нашу долгое время. И, конечно, приходит время, когда они определяются и говорят о том, что желают быть членами поместной церкви. И мы встречались с братьями перед собраниями, говорили, беседовали. И сегодня хотим предложить вам помолиться и благословить наших друзей, чтобы утвердить их членами нашей поместной церкви. Вы не возражаете? Будем молиться. Они жили на Украине в Волынской области. Волынская область. Дуже разумеют украинскую мову и разговаривают на ней. Ну и по-русски тоже прекрасно говорят. Помолимся Господом. Итак, братья и сестры, может быть, еще нужны какие есть у нас? Не забываем, молимся за второй поток и вечернее служение. Пожалуйста, с детками, с подростками проходите, потому что у нас вечером и воскресная школа, и подростки должны быть в 5 часов. Пожалуйста. Сестра Оля, пожалуйста. Хорошо, сестра Оля. Сестра Оля моложе, болеет... Наташа, Наташа зовут. Сестра Оля, сестра родная Наташа, болеет раком. Тяжелое положение. Все молятся. Давайте мы тоже и об этом помолимся сегодня также. За Наташу, Наташа. Сестра Наташа. Хорошо. Давайте, вставши для молитвы, будем молиться Господом. Господь, благословенный Отец, мы благодарим Тебя за это служение, которое мы имели. Слава Тебе, хвала Тебе и благодарность Тебе, Господь. Пусть Господь от Духа Святого приходит влияние в наше сердце. Пусть Господь сердца наши будут открыты, чтобы Ты управлял и руководил нашу жизнью. Господи, Боже, храни, Господь, наших детей от влияния этого мира. Оберегай их от всякого греха. Боже, вступи за наши домы и за наших детей. Мы просим Тебя, яви Свою милость. Благословенный и всемогущий Господь. Сестра Наташа, Господь, там меньше сестра, сестры Оли, Господи, она болеет. Рак, Господь. Боже, переживают, молятся все. Боже, и молитву нашей церкви услышь. И пошли благословения свои с неба. Бог наш, Господь Иисус, даруй исцеления, восстанавливай. Просим Тебя во имя Иисуса, святый и всемогущий Господь. Слава Тебе, хвала и благодарность Тебе. Благослови, Господь, также и второй поток служения. Благослови вечернее служение. Благослови, Господь, подростковую группу, которая будет, Господь, принимать участие в этой конференции для подростков в следующую субботу. Крести Духом Святым. Силу и Святого Духа влияй. Господь, изменяй жизнь. Боже, благословляй. Мы просим Тебя, благословенный и всемогущий Господь. Благослови, Господь, Боже милосердный. Я прошу Тебя, также, Господь, и семьи, домы, вдов, сирот, одиноких. Боже, Твое, Господь, покровительство, да будет над каждым из нас. Хвала Тебе и слава Тебе. Благословенный всемогущий Господь. А также, эта неделя молитвы, Господь, круглосуточная наша молитва к Тебе во нашей церкви. Боже, благослови, чтобы, Господь, молитва каждого по домам, в тех потаенных, Господь, комнатах, мы могли бы, Господь, взывать, молиться. И это будет большим благословением для Твоего народа и для каждого из нас. Боже, и эту совместную молитву в течение недели перед Пасхой, Господь, благослови. Ты, святый, благословенный Господь, хвала Тебе и слава Тебе. Благослови также наших друзей и сестру Лиду и брата Виктора. Они пожелали быть членами нашей церкви, Господь. Благослови их, Господь, и их детей, их внуков, чтобы, Господь, их пребывание в церкви было благословением для нас. И чтобы мы могли бы служить друг другу тем даром, который имеем, Господь, Боже. Пошли милость и пошли благословение свыше. Слава Тебе, хвала Тебе и благодарность Тебе за все. Достоин Ты славы, достоин Ты хвалы. Бог наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Итак, братья и сестры, мы объявляем друзей наших, членами нашей церкви. Пусть Бог благословит вас, обильных благословений вам. И с миром Божьим. Кто желает остаться на второй поток, пожалуйста, благослови Господь. И вечером, пожалуйста, не будем пропускать служение. Спасибо. 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 Здравия. это пакет в качестве сзади африк походам так в оборудовании все равно Продолжение следует...